Мастерская народного художника СССР Владимира Игорева уникальна. Раритеты, старинная мебель, антикварная люстра и не только. Именно здесь представлена камерная выставка художники, пережившей репрессии. Это работы художников 20 века. Вероятно, каждое из этих произведений когда-то было запрещено, ведь писали их представители андеграунда. Сегодня познакомиться с историей этих интересных работ можно в Доме музея народного художника СССР Владимира Игорева. Правда, до этого лучше углубиться в историю России. Не зря выставка камерная. Изучая судьбы художников, мы выделили ряд авторов, которым пришлось испытать политические репрессии в силу тех или иных причин. У кого-то родители были репрессированы. Так, например, автор известный московский график, художник кино Гариф Басыров. Он родился в так называемом Алжире. Это Акмолинский лагерь, жен изменников Родины. На выставке представлен целый цикл работ художника Гарифа Басырова. По понятным причинам, с самого детства он не принимал тоталитарный режим. И это отражается в его работах. Цикл работ этого художника вызывает большой интерес у посетителей Дома-музея. Чего только стоит название этих произведений. Лист 5, лист 3, лист 4 и так далее. Можно сказать, что эти афорты названий не имеют. В свою очередь, люди, которые изображены на них, полностью лишены индивидуальности. Герои обезличены, и у каждого абсолютно одинаковые движения. Автор говорит о том, что тоталитарная система рождает таких людей. Рядом пейзаж художника Григория Шевякова «Ночная пахота». Живописец по непонятным причинам был репрессирован сразу после того, как окончил художественный институт. Его приговорили к 10 годам исправительно-трудовых работ в лагере под Свердловском. Но даже это не сломило художника, и он продолжал создавать шедевры. Здесь мы видим ташкентский мотив, он был на поселении Джазаги в Узбекистане, и «Ночная пахота». Тоже это такой сюжет прошлого времени, когда были трудовые будни в поле, ночные пахотные работы. В общем, было определенное задание, люди стремились выполнять соцсоревнования. Особое внимание стоит уделить данному произведению. Это шарж, то есть сатирическое изображение на русского советского писателя Виктора Шкловского. Автором была заслуженная архитекта России и художница Ольга Константиновна Ширяева. Судьба которой является удивительным таким кинематографичным, можно сказать, сюжетом. Она была близка со многими выдающимися людьми, и ей захотелось, он уже на склоне лет, создать такую добрую, веселую серию портретов. Но известных людей она выбирала духовно близких к себе. И вот в этом ряду также был и Виктор Борисович Шкуловский, очень яркий человек. На каждом полотне отражена личная боль художника. Одни страдали от разлуки с семьей, другие не принимали несправедливый приговор. У каждого эта боль своя, но у всех одинаково сильная. Неспроста все работы художников, переживших репрессии, выполнены в темных тонах. Редактор субтитров А.Семкин